Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем толкование Нового Завета. Это вышел у нас трехтомник. С полным толкованием и с откровением вместе. Ну, показать, как он выглядит. И вот первая страница. Она почему-то плохо там отражается, то ли от света закрывается. Каждая книга 752 страницы. Чтобы представить, какой объем, я специально подсчитал. То есть, брать из Библии Новый Завет, и вот этот Новый Завет, вот этот больше того в 7,37 раза. Это за счет моих комментариев 297 и толкования Кефилакта. Поехали. Евангелие Таана 19, 38, 42. Это 23 на Евангелие Таана, 23 ролик. После всего Иосиф из Аримафеи, ученика Иисуса, но тайный, из страха Таудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами, с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Толкование блаженного Кефилакта. Почему не из двенадцати кто-нибудь пришел к Пилату, но осмелился на такое дело Иосиф, быть может, принадлежавший к числу семидесяти? Если кто-нибудь скажет, что ученики двенадцать скрылись по страху от иудеев, то и он одержим был таким же страхом. Можно сказать, что он, Иосиф, был человек весьма знаменитый, и по своей знаменитости известен и Пилату. Подумав, что гнев иудеев укротился, когда ненавистный для них Иисус уже распят, Иосиф безбоязненно приходит и вместе с Никодимом совершает великолепное погребение. Оба они не представляли о нем ничего божественного, а расположены к нему только как к человеку, потому что приносят такие благовония, которые преимущественно имели силу надолго сохранять тело и не давать ему скоро предаться тлению. А это показывало, что они не представляли о нем ничего великого. Однако же они выказывают к нему великую любовь, потому что погребает не как преступника, но великолепно, по обычаю иудейскому. Время заставляло их спешить, ибо смерть Иисуса последовала в девятом часу. Потом, покуда они ходили к Пилату и пока снимали тело, естественно наступил уже вечер, когда нельзя было устроять гробницу. Посему они полагают его ближайшую гробницу, ибо на том месте, где он распят был сад, и в саду гроб новый. Устроится так, что гроб близко. Посему ученики могут прийти и быть зрителями и свидетелями случившегося. Могут быть приставлены воины для охранения, и будет неуместна речь о похищении. Всего этого не могло бы быть, если бы Иисус погребен был далеко. Гроб был новый, в котором еще никто не был положен. Так устроилось для того, чтобы нельзя было перетолковать воскресение, будто бы воскрес иной, а не Иисус. И иначе гроб новый образно показывал то, что через гроб Господень будет обновление от смерти и тления, и в нем мы все обновимся. Заметь, прошу тебя, как много обнищал Господь для нас. При жизни он не имел дома, по смерти не имеет гроба, но полагается в чужом. Он наг, и одевает его Иосиф. Иисус и ныне бывает мертв, когда его умерщвляют люди, делающие насилие или страстны до приобретений. Он страдает также от голода, бывает также наг, ибо что не терпит бедняк, все то терпит Христос. И ты ныне подражай Иосифу, прилагай добро к добру, ибо Иосиф значит прибавление. Одевай наготу Христа, то есть бедняка. Сделай же это не однажды, но положи во гробе души и всегда помни, всегда размышляй и заботься о таких делах. Примешивай смирну и алой. Ибо должно обносить в уме горькие и строгие судилища тамошнего века. И тот глаз, который немилостивых назовет проклятыми и отошлет в огонь. Матфея 25.41 По моему мнению, нет ничего ужаснее этого глаза. Иоанна 21.4 В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. То сейчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе. Но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. Толкование. Единую от суббот евангелист называет тот день, который мы называем Господним. Ибо субботы называет седмицы дней, а единую от суббот первый день. Бог есть солнце его, никогда не заходящее. Как Господь воскрес в этот день, тленное свое тело сделав нетленным, так и мы в будущем веке получим днетление. И так, в первый день седмицы приходит Мария Магдалина. Так как суббота прошла, и законом уже не воспрещалось движение, она отправляется, желая найти некоторое утешение от места погребения Господа. И, увидевши камень, отваленным от гроба, с большой поспешностью идет Петру и Иоанну. Господь воскрес тогда, когда камень лежал еще на месте, и печати были целы. Но как нужно было кому-нибудь быть свидетелями воскресения и войти во гроб, то камень отвален ангелом. Мария, ничего еще не знающая о воскресении, называет это событие похищением и переложением. Затем ученики приходят ко гробу и видят лежащими одни пелены, а это было знаком истинного воскресения. Ибо если бы кто-нибудь переложил тело, тот не обнажил бы его, и если бы кто украл, тот не позаботился бы свивать платы, класть отдельно, на особом месте, но взял бы тело просто, как было можно. Посему евангелист предварительно сказал, что тело Христово погребено было со многою смирную, которая не хуже смолы приклеивает пелены к телу. Чтобы мы, когда услышим, что плат лежал на особом месте, нисколько не верили тем, которые говорят, будто тело Христово украдено. Ибо вор не был так бы глуп, чтобы на дело излишне употреблять столько старания и не подозревать, что чем долее будет им заниматься, тем скорее может быть пойман. В котором часу последовало воскресение, о том никто не знает. Напомните это. Подобно, как неизвестно и время второго пришествия. Если евангелист Матфей говорит, что землетрясение совершилось в глубокий вечер, а Иоанн говорит, что Мария пришла и увидела отваленный камень утром, когда было еще темно, то в этом нет разногласия. Ибо, во-первых, по Матфею поздно в субботу пришли женщины, а у Иоанна теперь не упоминается о женщинах, когда сказал об этом Матфей. Излишне было бы о том же говорить и Иоанну, но Мария Магдалина приходит утром. Различные пришествия ко гробу. То Мария приходит с прочими женами, то только одна она. Отсюда и представляется разногласие между евангелистами. Что они говорят о разных приходах, каждые в своем. Так, во-первых, говорим, что Матфей говорит об одном приходе жен, а я на другом, о приходе жены Магдалины. Потом глубокий вечер и утро, когда еще темно. Что иной назвал бы глубоким утром, совпадающим в одно и то же. Так что все это время есть средина ночи. Если спросишь, каким образом Петр, Иоанн и жены входили во гроб, когда тут были стражи, то ответ простой. Что когда Господь воскрес и землетрясением пристал при гробе ангел, тогда стражи ушли объявлять об этом фарисеям, и таким образом гроб освободился от военной стражи. И ученики бесстрашно могли приходить. Иоанна 25.13 И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свиты на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Толкование. Сам он пришел прежде, увидел лежащие пелины, и ничего более не исследует, но дожидается Петра. А пламенный Петр вошел внутрь гроба и тщательно осмотрел все. Тогда и он, Иоанн, вошел после него, Петра, увидел погребальные пелины, лежащими отдельно, одни от других, и уверовал, впрочем, не тому, что Господь воскрес, а тому, что его украли. Он поверил словам Марии, что взяли Господа. Почему же поверил Марии, а не помыслил о воскресении? Потому что они еще не знали Писание, что ему надлежит воскреснуть из мертвых. И поверили Марии, подозревавшей похищение и приложение тела. И так они возвратились к себе, то есть сами по себе, ничего более не узнавши. Мария, по свойственной женщинам чувствительности и любви к слезам, стоит у гроба и плачет. Не находя Иисуса, смотрит на то место, где положено было любимое тело. И в этом одно находит утешение. Зато и удостаивается видеть больше, чем ученики. Она видела то, чего они не видели. Именно двух ангелов. Видение ангелов было для нее величайшим утешением. И светлое их одеяние, и сидение их у одного головы, а другого лунов показывало, что они знают нечто большее, и если будут спрошены, могут наставить. И слова. Что ты плачешь? Полны искреннего участия. Чтобы Мария не смутилась, как женщина, вопросом, этим утешает ее смущение. Спрашивают с таким участием и кротостью. Жена. Что ты плачешь? Она за жаром и любовью отвечает. Унесли Господа моего, потому и плачу. Не знаю, куда переложили его. Я пошла бы туда, помазала бы тело его. И в этом, по крайней мере, нашла бы некоторое утешение. Ты же пойми, как Петр деятельный горяч, а Иоанн проницателен и способен к уразумению божественных предметов. Чисто созерцательный предваряет знанием и даровитостью, а деятельный отстает, однако же усердием и старанием побеждает остроту его. И деятельный первый усматривает какую-нибудь божественную тайну. Не подобное ли нечто бывает и в науках? И здесь из двоих мальчиков малоспособный и медленный старанием превосходит того, который по природе быстрее и способнее, так и в духовных предметах. Деятельный и неискусный в слове нередко понимает лучше, чем созерцательный. Всякая душа, господствующая над страстями, называется Мариею. Очистившись посредством бесстрастия, она видит в Иисусе Бога и человека. Ибо один из ангелов, сидящий в головах, указывает на божество, а другой, сидящий в ногах, на уничиженное воплощение слова. Иоанна 20, 14, 18 Сказавшись ей, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, то скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария!» Она, обратившись, говорит ему, «Равуни!» Что значит, учитель? Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему, а иди к братьям моим, и скажи им, восхожу к Отцу моему, и к Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что он это сказал ей. Толкование. Для чего Мария обратилась назад? Когда она беседует с ангелами, что ее побудило обратиться назад? Вероятно, пока она говорила с ангелами, Иисус, внезапно явившись позади ее, привел их в изумление, и они, увидев ладыку, и видом, и движением, и взором, тотчас обнаружили, что они увидели Господа. И женщина сия, Мария, заметивши это, обратилась назад. «Быть может, он ангелом явился в поразительном виде, а Мария не в таком, но в смиренном и обыкновенном. Почему она и сочла его за садовником, именно того сада, в котором был гроб? Посему же она и говорит, «Господин, если ты вынес его, то есть, если ты украл его, и не говорит Иисуса, но его, говорит как бы знающему, в чем дело? Итак, если ты унес, то есть, взял и украл отсюда, то скажи мне, где ты положил его, и я возьму его и переложу в другое место, где он будет погребен великолепно». Быть может, она боялась, чтобы иудеи не наругались и над мертвым телом, и потому желала, чтобы оно переложено было в другое место, им неизвестное. Намерение жены полно любви, но она не может представить себе ничего высокого. «И как она сама по себе не могла помыслить ничего высокого, то Господь голосом своим дает ей знать себя, ибо он произнес только имя ее, и тем вложил знания, подобно, как иудеям, иногда давал узнать себя, а иногда при них был, и они не узнавали его, так и в речах, когда хотел, тогда давал узнавать себя, по голосу, без сомнения, он и прежде гласно говорил ей, «Жена, что ты плачешь?» Но Мария не узнала, ибо не было на это воли Иисусовой. А когда он восхотел, она узнала его по голосу, она, обратившись, говорит ему, «Как это?» Она вела с ним речь и говорила, «Скажи мне, где ты положил его?» А теперь евангелист говорит, что она обратилась, мне кажется, что она, сказав, где ты положил, обратилась к ангелам, быть может, с намерением спросить их, чему они изумились. Потом Христос, назвав ее по имени, изумил ее своим голосом и от них обратил к себе. И она, узнавши его, теперь сказала «Учитель!» Она желает подойти к нему, обращаться с ним, как и прежде, и быть может, обнять, как возлюбленного. Но он возводит ее мысль, чтобы она помыслила нечто высшее и внимала ему с большим почтением. Не прикасайся ко мне, то есть обстоятельства теперь уже не в прежнем положении, и я не буду уже обращаться с вами по-прежнему. Хотя он не сказал этого словами, но таков смысл слов «Восхожу к Отцу моему». Я туда спешу. А как я спешу туда и уже не имею такого дела, чтобы обращаться с людьми, то надо быть благоговение ко мне, к высшему обыкновенной беседы и прикосновения, то есть обращения. Смотри же, сколько мыслей евангелист выразил кратко. Господь сказал «Не прикасайся ко мне». Потом как будто спросил «Почему?» «Потому отвечает, что у меня тело уже не такое, какому свойственно быть в жизни земной, но такое, какое приличное небо и горним селением». Потом вопрошающий как бы продолжает «Зачем же ты ходишь на земле, когда имеешь такое тело?» «Потому отвечает, что я не взошел еще к Отцу моему, но взойду». Ибо это выражает дальнейшими словами «Иди, братья моим, и скажи восхожу к Отцу моему и Отцу вашему». Хотя взойдет не тот час, но спустя сорок дней. Для чего же так говорить? Для того, чтобы воскресить ее ум и убедить, что он отходит на небеса и тем и тешить. «Назвал учеников братьями, прибавляет и Отцу вашему, Бог и нам Отец, но по благодати, а Господу Он Отец по естеству». «Ибо он стал Богом его, когда он принял на себя человеческое естество». Мария, удостоившись таких речей, уходит и возвещает об этом ученикам. «Вот, как хорошо усердие и постоянство. Будет ты усерден и, быть может, узнаешь что-нибудь высшее из учеников слова, сделаешься учителем». Иоанна 20, 19, 23. «В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и встал посреди и говорит им «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, дудул и говорит им «Примите Духа Святого! Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся, толкование. Когда Мария возвестила об этом ученикам, естественно было, что они или не поверили ей, или поверившие пожалели, что они удостоились видеть его сами. Посему в тот же день является к ним, так как они с одной стороны услышали от жены, что он воскрес, жаждали видеть его сами, а с другой боялись иудеев и оттого еще более желали увидеть и это единственное для них утешение. Является вечером для того, чтобы имели время собраться все вместе. Является, когда двери были заперты, для того, чтобы показать, что он и воскрес также тогда, тогда, как на гробе лежал камень. Иной подивиться, как они не сошли его за призрак. но прежде всего жена, предварившая их, произвела в них сильную веру. Потом он явился им в кротком виде и самым голосом успокоил волновавшихся мыслей, сказав «Мир вам», то есть «Не смышайтесь». Этим он напоминает им то слово, которое сказал им перед страданием. «Мир мой даю вам», Иоанна 14, 27. Обрадовались ученики, увидя Господа. И об этом он также предсказывал им перед страданием. «Увижусь с вами, и возрадуется сердце ваше», Иоанна 16, 22. А так как они имели непримиримую брань с иудеями, то опять говорит им «Мир», как женам сказал «Радуйтесь», Матфея 28, 29. «Потому что пол их был в печали, так ученикам дают мир по причине брани, которую имели с ним и будут иметь все. И так прилично женам радоваться, потому что они осуждены рождать в печали, а мужчины быть мирными по причине брани за дело проповеди. Показывают вместе и благие с лицей Христа. Это мир, как крестом приобретен мир, то я посылаю вас на проповедь. В утешении жим и ободрении говорит «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Вы примите на себя мое дело, посему бодрствуете, ибо я буду с вами, примечая самовластие. Не сказал «Я умолю Отца моего», и он пошлет вас, но я посылаю вас, дует и дает им Святого Духа. Теперь он уделяет им несовершенный дар Святого Духа, ибо таковой он даст им в Пятидесятницу, но делает их способными принятию Духа, ибо слова «примите Духа Святого» тоже, что будете готовы принять Духа. Можно сказать и то, что он дал им некоторую власть и духовную благодать. Только не воскрешать мертвых и творить силы, но прощать грехи. Посему и прибавил «Кому простите грехи, тому простятся», показывая, что он дал им этот именно вид духовных дарований прощения грехов. По вознесении же его сам Дух не шел и преизобильно подал им силы творить чудеса и всякое иное дарование. Стоит узнать, для чего он является учеником не в Галилее, а в Иерусалиме. Ибо Матфей 26-32 и Марк 14-28 говорят, что он обещал увидеться с ними в Галилее. Как же он является в Иерусалиме? Некоторые отвечают, что ж такое, он ведь не сказал, что я увижусь с вами только в Галилее, а в Иерусалиме не увижусь. Значит, это богатство любви, а не повод к нареканию во лжи. Потом можно сказать то, что ведь он обещает явиться в Галилее всем ученикам, а в Иерусалиме явился только принадлежащим к двенадцати. Итак, нет здесь никакого разногласия, ибо в Галилее он явился всем, а в Иерусалиме двенадцати. И как явлений было много, то одни евангелисты описали одни явления, а другие другие. Иногда и два евангелиста сообщают об одном и том же, но что у одного сказано сокращенно, то восполняет другой. Примечай, пожалуй, достоинство священников. Оно божественно, ибо отпускать грехи дело Божие. Таким образом, их должно почитать как Бога, хотя бы они были недостойны. Что от этого? Они служители божественных дарований, и благодать действуют через них, как провозглагол некогда через Аслиц Валаама. Числа 22-28-30. Итак, недостоинство наше не препятствует благодати, и как через священников подается благодать, то должно их почитать. Иоанна 20-24-29. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, мы видели Господа, но Он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой, Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженный невидевший и уверовавший. Толкование. Фома не был сучениками, вероятно, он еще не возвратился к ним из бывшего растения. Что значит замечание называемый близнец? Это значение имени Фома, ибо как кифа значит камень, так и Фома значит близнец. Евангелист вспоминает о таком значении имени Фомы, кстати, чтобы показать нам, что он был какой-то недоверчивый и имел такой нрав от самого рождения, как показывает самое имя. Когда прочие чуники сказали о Господе, Фома не верил не потому, что считал их лжецами, но потому, что дело воскресения считал невозможным, почему и обвиняется в неумеренном любопытстве, ибо как скоро верить легкомысленно, так сильно упорствовать дико и грубо. Смотри, он не сказал, я не верю глазам, но присовокупил, если не вложу руки моей. Но откуда он знал, чтобы рано в боку слышал от учеников, для чего Господь является ему не тотчас, но спустя восемь дней, для того, чтобы он, внимая наставлению соучеников и слыша одно и то же, воспламенился большим желанием и сделался тверже верующим на будущее время. Господь, желая показать, что он был с ними, и тогда, когда Фома высказывал пред соучениками слова своего неверия, не ожидает, пока услышит от него что-нибудь подобное, но сам вперед исполняет то, чего желал Фома, и употребляет его собственные слова. И смотри, сначала он говорит с упреком, подай руку твою, но потом разумляет, не будь неверующим, но верующим. И отсюда ясно, что сомнение происходило от неверия, и посему напрасно некоторые в защиту Фомы говорят, что он не скоро поверил во свои основательности. Ибо тот, ибо вот Господь называет его неверным. Смотри, как тот, кто сначала не верил, от прикосновения к ребур сделался отличным богословом, ибо он проповедовал два естества и одно лицо в едином Христе. Сказал Господь, исповедал человеческое естество, ибо Господь употребляется и об людях, например, Господин, если ты вынес его, Иоанна 20, 15, а сказав Бог мой, исповедовал божеское существо, и таким образом исповедовал иного и того же Господом и Богом. Господь, показывая нам, что вера состоит в том, чтобы принимать невидимое, говорит, блаженные, невидевшие и уверовавшие. Здесь он намекает на учеников, которые не касались ни раны от гвоздей, ни ребра, однако уверовали, и не на одних, и только их, но и на тех, которые уверуют последствия. Сказал это не с тем, чтобы лишить Фому блаженства, но чтобы утешить в невидевших, ибо многие говорят, блаженный очень видевший Господа. Он утешает таковых, говоря, что более блаженство в том, чтобы не видеть и веровать. Каким образом тело нетленное оказалось имеющим раны и было осязаемо рукой человеческую, все это было делом снисхождения, ибо тело, вошедшее через запертые двери, и потому тонкое и легкое, было свободно от всякой грубости, а чтобы утвердить, уверить воскресение, Господь показывает его таким, для кого воскрес, имея знаки креста и раны, так же, что он и ел, ел не по нужде для тела, но для удостоверения воскресений. Посему, как прежде, распятие, ходя по волнам, Марка 6, 48, он имел тело не иной природы, так и ныне показывает он и осязаемом и имеющим раны. Однако же, хотя он осязаемо и видимо, но нетленно, ибо это показывается для удостоверения, а не по необходимости закону тела, ибо все вкушаемое входит в очрево и изменяется, Матфея 15, 17, чего у Христа воскресения не было. Но вкушаемое принимается только для удостоверения воскресений. Было потребляемо некоторой невидимой и божественной силой. Заметьте то, как для одного человека, Фомы, Господь не отказался снизойти и показать ребро, чтобы спасти одну душу неверующую, так и мы не должны презирать ни одного, ни самого малого. Все. Так, что? Все. Так, подожди, только у нас кончается все. Все, все? Нет, все. Ну ладно. Досчитали по же самому мере.